Я хочу быть миллионером, я хочу быть, там, биллионером, триллионером. Меньше всего я думала о деньгах. И я свои первые деньги пошла и потратила на маму. Я не завишу от Инстаграма и никогда от него, собственно, и не зависела. Коллеги, она сама это все делает. Меня три раза исключали из института. Исследовать что-то новое, то, чего я никогда не делала. Только так, через масс-маркет, так сказать, можно доносить. Пока вот сейчас вот это горячо. Теперь же нужно сознание поменять, что нельзя бить женщину, да? Ну, я же для чего-то выжила, ну, для чего-то мне Бог оставил на этой земле. Я вообще считаю, что воспитывать бесполезно. Вот если мать чавкает, то ребенок будет чавкать. Секс-шоп увидела 18 лет в первый раз в жизни. Я вообще не въехала, что это такое. Если я за три дня не найду 50 тысяч долларов, то я не буду этим заниматься. Значит, это не мое. Я так звонила, говорит, что там в кассе что-нибудь есть? Я говорю, да, в кассе есть такие-то деньги. И все они зарабатывали, и я вот так вот, их просто кишевала вот так вот эти деньги. Касс-тигер, нет. Бизнес есть бизнес, а нет. Вот тебе много денег, вообще денег нет. У него сейчас не получается, а завтра у него получится. Вот это вера женщины своего мужчины. Он может говорить сладко все, что угодно. Что ты сделал? Не прогибаться, не сломаться. А если сломаться, то встать. Такая разревелась, поревела. Потом очнулась и сказала, солнце завтра встанет. И она такая, какая я есть. Всем привет, это «Бизнес-номады». У нас в гостях продюсер и актриса Баяна Лагузова. Привет, Серик. Привет, телезрители и слушатели и зрители «Бизнес-номады». Баян, мы с тобой шутили сейчас за кадром, что это, наверное, первый твой разговор, когда мы будем говорить в основном о деле, а не о личном. Да, наконец-то. Потому что тебе столько всего рассказать. Например, начнем с твоих сверхпопулярных соцсетей Инстаграма. Для меня сейчас было просто открытием, что ты сама, коллеги, она сама это все делает. Я вообще сама, честно сказать, не понимаю, почему у меня до сих пор нет ни мобилографа, ни СММщика, ни МММщика, вообще никого, ни одного помощника. У меня вообще нет ни одного помощника. У меня нет водителя, у меня нет помощника, у меня нет человека, который ведет мой Инстаграм. Я все делаю сама. Но мне это не сложно, потому что он абсолютно, если мы сейчас введем речь о моем Инстаграме, то он у меня абсолютно органический, он меня вообще никак не напрягал и не напрягает. Я выкладываю фотографии, может быть, раз в месяц, может быть, два раза в месяц. Я не завишу от Инстаграма и практически никогда от него не зависела. Это никогда не было моим основным источником дохода. Хотя зарабатывать на нем можно великолепно. Но я не завишу от Инстаграма и никогда от него, собственно, и не зависела. Поэтому он для меня органический. Там моя семья, там мои поездки, очень-очень мало работы. То, что я делаю здесь и сейчас. Снимаю фильм, вот снимаю. Премьера, ну вот премьера. Я им пользуюсь как своим инструментом призывать своих зрителей посмотреть кино или посмотреть передачу, или посмотреть подкаст, например, с тобой. То есть он для меня такой очень органический, такой очень прям вот. То есть ты хочешь сказать, что ты не берешь рекламной интеграции? Конечно, я беру. Конечно, я беру. Но, во-первых, я же говорю, это не мой основной доход. Да. И никогда, ну как бы не был. Поэтому если это интересное предложение, то, конечно, я иду навстречу. Если неинтересное, в основном это неинтересное предложение, я их не беру. Если ты, ну, видишь у меня рекламу, то ее очень мало, очень мало. Я вижу твои истории. И вот это как раз подтверждение, что ты максимально такая, что называется, лайф. Кстати сказать, ты всегда была такой. Если даже вспомнить там о многолетней давности замечательном проекте «Женская долька» на канале НТК, ты тогда предвосхитила вот этот лайфстайл живой, которым сейчас… На шпильке ты имеешь в виду? На шпильке, да. Да, это было прям… тогда было круто. Вот я знаешь, чего не люблю, когда ты переигрываешь. Так. Переигрываешь во всем. Так. Переигрываешь в кино, переигрываешь в ведении передачи, переигрываешь в жизни. И когда ты не являешься тем, кем ты являешься на самом деле. Вот ты, Серик, меня знаешь очень-очень много лет. Так. Ты что-то замечал во мне такое, что я сегодня одна, а завтра я другая. Слушай, ты, кстати, удивительно в этом смысле стабильный человек в своей поведенческой характеристике. Ты всегда была такая, какая ты есть. Ну вот. Поэтому стараюсь говорить только правду, быть такой, какая я есть на самом деле. Ну, ошиблась, говорю, ну да, я ошиблась. Ты женщина, ты имеешь на это право. Да, конечно. Да, ну вот у меня вот провалился проект, ну провалился. Ну, кстати, получился, кстати, получился. Ну, вот так, как есть. Это жизнь. Она такая переменчивая. Сегодня так, завтра так. И почему, собственно, я так давно вот в этом поле, да? Потому что, наверное, я ближе к настоящести, нежели к тому, чтобы, ну, я не являюсь тем, кем я не являюсь. Мы провели уже больше 50 интервью, и все самые крутые бизнесмены, предприниматели, бизнес-леди говорят именно об этом. Если ты любишь то, что ты делаешь, веришь в это, делаешь это искренне от души, ты рано или поздно станешь успешным. Ты живой пример. Ты когда почувствовала, что вот то, что ты делаешь, и там определенная финансовая состоятельность начинает идти рядом? Так, когда я это почувствовала, ну, во-первых, я никогда не гналась за деньгами. Так. У меня, ну, вот нет какой-то такой черты, я хочу быть миллионером, я хочу быть, там, биллионером, триллионером. Никогда я не думала, или меньше всего я думала о деньгах. Я не знаю, почему. Ну, зарплата у меня сначала была 50 долларов, потом она была 100 долларов, потом 500 долларов, потом 2000 долларов. Но не потому, что я этого хотела, а потому что, наверное, я росла. И мне просто предлагали другие условия. Вот, ну, ты помнишь, мы с тобой вместе работали на НТК, моя зарплата тогда уже была 500 долларов, это была достаточно высокая зарплата. Но она у меня поднялась к тому времени уже в 10 раз, потому что первая моя зарплата была 50 долларов. А мои первые шаги на телевидении, это было 3 года бесплатной работы. Я 3 года каждый день тратила деньги, чтобы приехать, уехать, поесть и просто научиться профессии. И я не ходила к начальству, не говорила, платите мне. Я потому что знала, мне не за что платить, я ничего не умею делать. У меня, наверное, вот эта внутренняя моя культура, ну, спасибо папе, спасибо маме, спасибо генетике, да. И когда ко мне приходят девочки, и их первый вопрос, сколько вы мне будете платить, я больше не работаю с такими девочками. Эти девочки пришли для того, чтобы зарабатывать, да, а не для того, чтобы, ну, расти в своем творчестве. Тем больше платить тебе пока не за что. Поэтому вот мой первый заработок был 50 долларов, я так радовалась, ты не представляешь. Потому что, не потому что 50 долларов, не потому что мало или много, а потому что это мои первые заработанные деньги. Я так радовалась. И мне кто-то сказал, первые свои деньги потратить на маму, на подарок для мамы. Вау. Вот. И я свои первые деньги пошла и потратила на маму. Просто купила ей всяких разных там сюрпризов. Очень интересен переход от, ну, назовем это, работы в найме на кого-то, в процесс работы на себя. Ты помнишь, как это произошло? Абсолютно. Так. Четко это помню. Расскажи, пожалуйста. Тогда меня уволили в девятый раз. В девятый? В девятый раз. Меня уволили с программы на шпильке. Так. Очень некрасиво, очень грязно на девятом месяце беременности. Ой. Видимо, вот это сыграло, да, что я была беременна. Так. Это было очень больно. Когда меня увольняли, я была не беременна, мне не было больно. Я говорю, ну, уволили, да и фиг с вами, пошла я в другое место. Вообще не переживала. Поэтому, когда людей увольняют с работы, я думаю, а что ты так переживаешь? Ну, уволили, пойди в другое место, устройся. И для меня это было как-то, ну, как-то так. Потому что до этого меня три раза исключали из института. А у тебя уже был опыт, да? Для меня это был наработанный опыт. Исключили, да, и фиг с вами. Ладно, второй год остался. Потом опять исключили. Ну, и фиг с вами, ну, ладно. Я диплом получила в 27 лет. Очень поздно, потому что меня три раза отчисляли. Первый раз меня отчислили, потому что я снималась в кино. Так. Второй раз меня отчислили, потому что я родила ребенка. У меня не было времени ходить в институт, в университет. Но меня просто отчислили за непосещение. Вот. А третий раз я просто, ну, просто не смогла сдать там два предмета. Ну, в общем, плохо я училась, потому что я сразу пошла работать. У меня не было времени учиться. Я думаю, зачем мне время тратить на учебу, когда мне нужно здесь и сейчас. Я практик. Так. Все, с чему я научилась, я научилась не в институте, а на практике. В театральном училась, сразу в кино снялась. Практика. Пошла на журналистику, сразу устроилась на канал бесплатно работать. Потому что я понимала, что я здесь быстрее научусь. Вот. И когда меня в девятый раз уволили с телеканала НТК, я пришла домой и сказала, Баян, здесь что-то не так. Здесь что-то не так. Тебе больше не нужно работать, чтобы тебя кто-то увольнял. Так. Теперь будешь увольнять ты, сказала я себе. И? Ну вот и все. И уже через месяц, после того, как я родила ребенка, ну через, скажем, полтора месяца, да, я уже сидела в эфире, когда Айрушке было 20 дней. О, как быстро. Так быстро, да. То есть меня уволили. Вот сегодня меня уволили. Завтра я уже начала думать, как мне двигаться дальше. Я пошла к спонсору. Это была компания LG Electronics. Так. Сказала, ребят, у меня есть классная идея вот такая. Вот я хочу в свою программу женскую, но вы мне, я буду, вы будете моим спонсором основным. Вот. А я буду делать свою передачу. Мне сказали, вообще, как бы классно. Тогда я была на шпильке, меня все знали там, да. Сказали, окей, сколько это стоит. Я сказала, что это стоит 8 тысяч долларов. Ты представляешь по тем временам? Да. Это были нормальные деньги. А ты бюджет посчитала? Конечно. Конечно. Это очень важная ремарка сейчас, дорогие зрители. Это прям очень важная ремарка. Конечно, посчитала. Боян посчитала. Да. И вы так же делаете. И вторая моя встреча была на телеканале 31, 31 канал. Я пришла на телеканал и сказала, продайте мне время. Я больше не хочу работать ни на кого. Продайте мне время, прайм тайм, в субботу. Расслабуха, женская программа, я это умею делать. Сколько это стоит? Мне сказали, это стоит тысяча долларов. То есть одна программа, тысяча долларов. Я сказала, ну классно же, 4 тысячи долларов, 4 тысячи мой заработок и все остальное. Я говорю, вся остальная реклама, все, что я буду делать в этой передаче, это как раз была женская долька. Вы к этому не касаетесь. Окей? Окей. Все. Вот так вот за 4 тысячи долларов я купила себе эфир. Кажется, впервые в Казахстане. Не кажется, а я думаю, что впервые в Казахстане. Как такой селф-продюсер ты пришла с проектом. Да. По-моему, даже до сих пор особо никто не повторяет такие кейсы. Я не знаю, но сейчас, наверное, невыгодно покупать время на телевидении. Сейчас все ушли в YouTube. Да. И здесь очень важный вопрос. А когда началась продюсерская карьера? Ну, видимо, я сначала сама себе продюсером стала. Так. И у меня не было каких-то шаблонов, что у меня что-то не получится. Вот у меня не получалось долго сделать свою первую авторскую программу. Это был «Желтый салон». У меня к тому времени было 27 лет. Так. До этого времени я 7 лет проработала на телеканалах в редакции новостей. То есть 7 лет я понимала, что я еще очень сырая, вряд ли у меня что-то получится. 7 лет. 7 лет я работала на новостях. Вот меня там и увольняли 7 раз. А знаешь, почему меня увольняли? Нет. Причина очень-очень банальная. Я никогда не приходила вовремя на работу. То есть я приходила на работу, нужно было приходить к 9, максимум к половине 10. На каждый канал, потому что в 10 начиналась планерка. Каждый день, это, наверное, так и до сих пор и есть, заведено, то есть приходит выпускающий редактор, и начинается план на сегодняшний новостейный день. А баян нет. А баян нет. Раз опоздала, два опоздала. Ну, когда я пятый раз опаздываю, меня просто увольняли. И я не понимала, как объяснить, почему я опаздываю. Я придумала разные штуки. Автобус сломался, такси сломалось, фен сломался, волосы мокрые. Ну, проспала. Ну, что-то еще. И когда меня уволили уже там, я не знаю, седьмой, восьмой раз, это был Исаак Яковлевич Дворкин. Как сейчас помню на телеканале «Южная столица». Он говорит, баян, ну ты такая классная девчонка. Ну, вот сколько ты хороших сюжетов сделала. Ну, почему ты не приходишь на планерку? А он как штык полдесятого на планерке. И потом я появляюсь сонная. Исаак Яковлевич, извините меня, пожалуйста. Что случилось, баян? У меня уже просто от фонаря. У меня, знаете, фен сломался. И я пока сушила. Он говорит, ну все, это все, говорит, баян. Я уже не могу ничего сделать. И вот он мне приходит, я к нему прихожу, значит, пиши, говорит, заявление. Я пишу заявление. Он говорит, баян, объясни мне, в чем проблема? Почему все на планерке, а тебя нет? Я говорю, Исаак Яковлевич, вот вы человек. Я помню этот текст. Он говорит, да, я человек. Я говорю, я тоже человек. Он говорит, ну. Я говорю, вы понимаете, я спать хочу. Он говорит, я не понимаю. Я говорю, Исаак Яковлевич, я не могу проснуться раньше 11 часов утра. Я говорю, я не могу. Можно я буду работать с часу дня? Но попозже, до девяти, например. Но попозже я буду уходить. Он говорит, Баян, дорогая, пиши заявление. Все, вот так я написала заявление. Это был уже который раз, меня уволили. И я сказала, ну все, значит, мне нужно придумывать свою авторскую программу. Об этом мы поговорили. Теперь про музыкальное продюсирование. А, про музыкальное продюсирование. Мне было уже 32 года к тому времени. Тоже совершенно случайно, у меня не было никаких планов на музыкальное продюсирование. Но я родилась в музыкальной семье. Моя мама певица, мой папа звукорежиссер, с образованием профессионального певца. Ну куда я пойду, Серик? Ну куда я пойду? Ну где-то около и рядом. И, значит, моя сестренка, известный музыкальный продюсер. Багым. Багым, да. Попросила меня послушать ее троих девочек, ее учениц. Она говорит, у меня есть три ученицы, классно поет, можешь их прослушать? Я говорю, зачем мне их слушать? Ну просто прослушай. Я говорю, я не буду их слушать. Говорю, ты занимаешься своей работой? Вот занимайся. Мне на телевидении все классно. Просто все шикарно, у меня женская долька, я зарабатываю, все хорошо, все прекрасно. Мне все нравится. Я стала зарабатывать там чуть ли не в пять раз больше, чем на шпильке. Я там зарабатывала две тысячи долларов. Значит, у меня аж десять тысяч в кармане, все хватает, все нормально. И тот мне богомоксатно говорит, послушай, девчонка, я слушать не буду, мне это неинтересно. Проходит месяца три, опять мы пьем с ней чай, она говорит, прослушай, девчонка, классные. Ну прослушай, ну классно. Я говорю, мне не надо их слушать. Я не знаю, что с этим делать. Почему я должна их слушать вообще? Ну мне это очень интересно, я люблю телевидение. Кстати, я очень любила телевидение. Я думала, что я рождена, чтобы быть телеведущей. Я была уверена в том, что мое призвание быть телеведущей. Мне очень нравились камеры, мне все нравилось на телевидении. Мы с тобой еще об этом поговорим. Просто как рыба в воде. Вот как сейчас камеры работают, просто как рыба в воде. Так вот, два раза не получилось, и уже в третий раз, уже еще три месяца прошло, или четыре, она мне говорит, Баян, ну пожалуйста, прослушай троих девчонок. Вот такие классные, классно поют. Я говорю, слушай, а разве они не могут сами петь? Она говорит, как сами? Я говорю, ну в смысле, ну все же поют? Она говорит, Баян, ты что не понимаешь? Продюсер нужен. Я говорю, зачем продюсер нужен? Она говорит, как? Ты что, не в курсе? Я говорю, я не в курсе. Как работает индустрия? Я думала, что мой папа сам пел, мама сама пела. Они работали в филармонии. Ну, значит, все работают в филармонии, в казах концертах, они так поют. Она говорит, Баян, время другое, это все честные, частные исполнители, они работают на частные деньги, нужно найти деньги. Я говорю, зачем нужно найти деньги? Она говорит, для того, чтобы снимать клипы, для того, чтобы делать аранжировки, костюмы. Я говорю, а да, за ротацию надо платить. Хорошо, что Богим все это знала. Да, нефига себе. Она говорит, ротация стоит дорого, аранжировки стоят дорого. Говорю, а сколько денег-то надо? Она говорит, это стоит, чтобы начать, 50 тысяч долларов. Я такая, ух ты, это много. Прикинь, 18 лет назад 50 тысяч долларов – это огромная сумма. Я говорю, слушай, давай так, давай так, дай мне 3 дня. Если я за 3 дня не найду 50 тысяч долларов, то я не буду этим заниматься, значит, это не мое. Почему я так сказала, я не знаю. Просто эта мысль пришла. Такая, дай мне 3 дня. Она говорит, слушай, ну так же не решаются дела? Я говорю, а у меня вот так решается. Если в течение 3 дней не найду эту сумму, то я не буду этим заниматься. Я же хотела, ну как бы… Побыстрее от этого отвязаться. Побыстрее от этого, дай мне 3 дня, найду, найду. Ни плана, ничего. На следующее утро я опять к ней прихожу на работу, я к ней часто приходила на работу, потому что мы рядышком работали. И у нее там кафешка была классная, летняя. Мы сидим, пьем кофе, разговариваем. Тут проходит мимо моя давняя родственница. Я уже забыла про свои обещания. Начнем с этого. Проходит моя родственница, моя там троюродная, четверородная сестра, Салтанат. Я говорю, ой, привет, как дела? Давай, садись, чай попьем. Ты что тут делаешь? Говорит, да я, говорит, навстречу иду. Говорю, куда? Она говорит, ну, бизнесмену. Говорю, зачем? Она говорит, ну, мне нужен журнал, вот, спонсор нужен. Вот журнал классный. Я говорю, а, классный, ладно, хорошо. Она говорит, сейчас кофе допью и пойду. А я ей говорю, а возьми меня с собой. На встречу. На встречу. Она говорит, а тебе зачем? Я говорю, слушай, ну, мне тоже деньги нужны. Понимаешь, Серик, вот буквально на следующий день. Вот, Багым свидетель, Салтанат свидетель. Я говорю, ну, я его не знаю, но как раз меня с ним познакомишь. Она говорит, ну, ладно, пошли как раз, ну, может, мой, ты как-то известная, скажи, что у меня классный журнал. Я такая просмотрела. Говорю, ну, да, неплохой журнал. Давай. Давай. Заходим на встречу, ее ждут на встречу. Сергей Александрович Рыжаков, это известный бизнесмен. Мы заходим, здравствуйте, меня зовут Баян. Он говорит, ну, я тебя знаю, ты же по телевизору. Ага, да. Зачем пришли? Я говорю, ну, вот, сестра моя, журнал. Смотрите, какой классный журнал. Ты выполнила эту часть сделки, да. Он говорит, нет, журнал мне не нравится, короче, не буду я помогать вам, девчонки, давайте сразу скажу, он такой конкретный человек, генерал, солдат, не буду. Она говорит, ну, очень жаль, тогда я пошла. Я говорю, а можно я останусь? Она говорит, у тебя есть еще вопрос? Я говорю, у меня есть очень важный вопрос. Ну, вот так вот, салтанат ушла, я сказала, Сергей Александрович, вы знаете, я вам сразу признаюсь, я не продюсер, я никогда этим не занималась, но я хочу попробовать. Я говорю, у меня есть три девочки, я их ни разу не видела, если что. Ты все как на духу, да, выкладываешь? Все как на духу. У меня есть три девочки, вот такие, классные, поют шикарно, никогда их не видела. Я говорю, ну, мне нужны деньги, я хочу попробовать себя в качестве продюсера. Я говорю, ну, я вам клянусь, я вам деньги отдам. В течение, а, через год я вам сказала, через год я вам верну всю сумму. Он говорит, какая сумма? Я говорю, 50 тысяч долларов, он такой говорит, ни хрена себе. Ну, это большие деньги, я говорю, я понимаю, поэтому год беру. Он говорит, ну, слушай, мне нравится твоя вот эта, говорит, напористость. Да. И, говорит, у меня у самого, говорит, рука легкая, у тебя, говорит, получится. Он мне говорит. Вау. Я тебе дам, говорит, 50 тысяч долларов. Так. Тут же, говорит, ну, для начала покажи мне девочек. И я думаю, ё-моё, я сама их не видела. Я говорю, завтра, завтра вы их увидите. Выхожу. Алло, Багуля. А девчонки точно классно поют? Она говорит, классно поют. Я говорю, а они симпатичные. Говорит, симпатичные красотки. Я говорю, завтра прослушивание в час. Встреча с инвестором, да. Я тут же звоню в клуб, Старс Клуб, как помнишь, был? Да. У меня там знакомые были ребята. Говорит, ребята, есть, вы же в обед не работаете, можно мы это прослушивание сделаем? Да, конечно, приходите. Я ему перезваниваю, говорю, Сергей Александрович, завтра в час в Старс Клубе. Всё будет готово. Всё. Попросила их там поприличнее одеться, накраситься, и впервые их там вижу. Хорошо, что он мне Богом сказал, как их зовут и как они выглядят. Я, значит, говорю, ну, Сергей Александрович, вот девочки сейчас выйдут, сейчас садитесь. Вот, всё готово, микрофоны. Выходят три девчонки и начинают петь. Я офигеваю, как они поют. Круто. Это Мольдер. Аульбекова. Да. Это Анель Аринова. И это Зумрад. И они все трое клёво поют. Тот первый состав. И как-то так получилось, что они и ростика одного получилось, и телосложение у них хорошее. Я думаю, ну, классно, такая была Максарна. Я говорю, классные девчонки. И Сергей Александрович говорит, ну, да, серьёзно, серьёзно. И это поёт, и это поёт, и это поёт. Я так сижу такая. Я же вам говорила. Крутые девчонки. Крутые девчонки. Всё хорошо. Он говорит, всё, заключаем договор. Всё через юристов. Да. Что я возвращаю деньги. Ровно через год, Серик, я ему вернула всю сумму. Он сказал, вот, классно, работаешь. Вот так я стала продюсером. И то, о чём ты говорила раньше, ты самый настоящий практик. Получается, ты всему училась по ходу, в процессе. Чего я никогда не боялась, Серик, так это начать что-то новенькое. Тем более, что это меня касается, так или иначе. Телевидение, кино, театр, шоу, музыка. Я никогда не была далека от музыки. Я выросла на музыке. Мой папа звукорежиссёр. Все лучшие пластинки, все лучшие мировые исполнители. Я выросла не на Ласковом Майе, не на Пугачёвой. И я выросла на хорошей, качественной, иностранной музыке. Разнообразной причём. Разнообразной, да. То есть я всегда знала, кто такой Луи Армстронг, кто такой Стив Вандер, кто такая Утни Хьюстон, кто такая Дайана Рос, кто такой Элтон Джон, кто такие Битлз. Я их слушала с детства. Понятно, что у меня сформировался отличный музыкальный вкус. Я просто понимала, что это нужно двигать. У нас уже была песня. Бага Максатна уже сделала песню для них. Она говорит, песню мы уже сделали. Делай что-то дальше. Что дальше? Технологии понятные и несложные. Это клип, это ротация, это радио и телевидение. Это костюмы, естественно. Я впервые пошла к своей подруге Аиде Кауменовой. Она дизайнер. Это тогда история началась? Эта история началась тогда. Вау. Аида, кстати, скоро у нас будет в гостях. Это были её первые костюмы для артистов. Она тогда только начинала и только забрендировала свой бренд Аиды Кауменовой. Ему тоже 18 лет, как Кешью. Я говорю, Аидочка, мне очень нравится, как ты работаешь. Мне очень нравится какая-то креативная. Потому что до этого я уже покупала её платье и сказала, шей мне костюмы для Кешью. Это были её первые костюмы для артистов. Это был такой коллаб с ней. Она шила костюмы. Потом я пошла к своему другу Рашиду Сулейменову, известному кинорежиссёру сейчас. Тогда он клипы снимал. Я не помню, это его первый клип или нет. Но я тогда уже знала его. Я сказала, Рашид, вот у меня три девочки, сними нам клип. Ну, то есть технологии были уже понятные. Но это ротация. Понятно, что идёшь к коммерческому директору. Мы сняли клип. Я заплатила за ротацию. Отдали на радио. Это была песня «Мама». Это песня, которая вообще никого отношения не имела. Она просто уже была у них. И так началась история Кешью. Я помню, через две недели вышел какой-то журнал известный. Не помню, как называется. Там было написано «Баян, моя старая фамилия, открыла очередные поющие трусы». Сколько они проживут, давайте посмотрим. Ха-ха-ха. Вот такая вот жёлтая была статейка, я бы сказала. Меня-то сильно не обидело и не разозлило. Задело тогда. Я сказала, я вам покажу поющие трусы. И вот спустя 18 лет. И вот спустя 18 лет. Кешью – это бренд. Да. Все поющие трусы, ритузы, гамаши, все сдулись. Просто все. Мы пережили все геллс-бенды в мире, кажется. Вот спустя 18 лет, столько нет существования. В том-то и дело. В том-то и дело. И сейчас в репертуаре у нас, я не знаю даже сколько песен, наверное, тысяча. Слушай, давай вопрос музыкального продюсирования сейчас закроем. Недавно ты презентовала новый состав и так далее. То есть ты для себя не закрыла этот проект как бизнес? А зачем мне его закрывать, если это мой бизнес? Если он работает, да. Я же говорю, что я никогда не зависела от Инстаграма. У меня есть Кешью, например. Да. Они всегда очень хорошо зарабатывали. Всегда. Я тебе скажу. Наверное, первых два года были достаточно… Ну, не то чтобы тяжелыми, да, но не было плюса. То есть, ну, либо там… По нулям бились. По нулям бились, да. Потом это бизнес. Потом это превратилось в бизнес. В любимый, в мое любимое дело и в мой любимый бизнес. Почему я до сих пор не закрыла Кешью? Потому что даже те пять лет, которыми я вообще ими не занималась, начиная с 16-го года, ну, ты знаешь, со мной произошло неопределенное событие. И вот включительно, наверное, 21-й год я вообще ими не занималась. Ни копейки. Я просто в них не вкладывала, мне было не до них. Я сказала, Богуля, давай закроем Кешью, и мне сейчас не до них. И вряд ли будет до них. И ты знаешь, все эти пять лет, которые я ни копейки не вложила, они существовали. Они кормили сами себя. Аранжировки новые, клипы новые, костюмы новые, квартиры оплачивались там и так далее. И через пять лет я поняла, что они просто не умирают. Круто. Представляешь? Да. Просто бизнес, который просто кормил сам себя все эти пять лет, и еще мне что-то доставалось на этом. Я так звонила, говорю, что там в кассе что-нибудь есть? Мне говорят, да, в кассе есть такие-то деньги. Это удивительно. Спасибо большое и сестре, и девчонкам. Давай поговорим об одном, я не знаю, насколько сейчас это будет большой блог, потому что я видел все это как бы такими флэшбэками где-то. Сейчас было бы здорово услышать это как цельную историю. Кинопродюсирование. Кинопродюсирование. Мне кажется, сегодня в некотором роде такая как бы будет премьера полного рассказа о том, как это произошло в твоей жизни. Тоже не просто так. Потому что это прям удивительная история. Знаешь, Терек, почему я, собственно, всегда росла, да, разрасталась. Сначала кеши, потом там еще одна группа, потом еще одна, потом один проект, потом второй проект, потом третий проект. Мне было всегда скучно, просто скучно. Вау. Не потому что я хотела больше заработать, как бы это ни звучало, да. Зачем мне открывать, например, вторую группу, да. У меня кеши классно зарабатывают, я могла эти деньги просто тратить там на сапожки, там на квартиры, на сумочки. И я беру эти деньги и вкладываю их во вторую группу. Потом две группы работают, я беру эти деньги, открываю третью группу. У меня групп, наверное, где-то 5-6 было. В пике, да. Да, где-то 5-6 групп, и все они работали. И все они зарабатывали, и я вот так вот, их просто кешевало вот так вот эти деньги. И у меня постоянный был этот процесс. Одному клипу, другому клипу, третьему песню, четвертому интервью. То есть была просто такая бурная моя продюсерская жизнь. И, конечно, еще плюс, я сама зарабатывала, да, мне хватало. Просто мне хватало на все, что я хочу. При этом я развивала, развивала, разрасталась, разрасталась. И одна причина, мне было скучно, Серик. Единственная причина, мне было скучно. Я сама себя веселила через свою работу. И так было всегда. И вот когда все это встало на рельсы, вот просто на рельсы, мне исполнилось тому времени 36 лет. Я была уже большая девочка. Я была в пике на телевидении, у меня было куча проектов на телевидении. Я вела все, что надо и все, что не надо. Я все время была занята. И даже при этом мне было скучно. Я говорю, мне, у меня вот бурлит энергия, да, у меня бурлят идеи. И я не знаю, что мне сделать еще, чтобы развеселить себя. То есть когда я в процессе, мне не скучно. Когда процесс заканчивается, мне опять скучно. И вот так мне исполнилось 36 лет. И я проснулась 9 января в 36 лет со слезами на глазах. У меня начался кризис среднего возраста. Именно в тот день. Ты его даже помнишь. В 36-летие я проснулась в ужасной депрессии. Мне показалось, что я старая. Вау. Удивительно тебя это слышать. Я сказала, 36 лет я старая. У меня все самое интересное уже позади, сказала я себе. Мне неинтересно, что мне делать дальше. Мне очень скучно. Кешью работает. Телевидение работает. Мне скучно. Мне уже это неинтересно. И в таком состоянии я пребывала месяца 3. В скукоте. Вот в этой жуткой депрессии среднего возраста. Мне показалось, что все, я уже старая. Все свисло. Все уже, все интересное позади. С Джульетту я не сыграю уже. Мне уже 36 лет. Значит, кино вообще никто не снимал тогда. Да. От слова вообще. Я думаю, так. И вот я еду за рулем домой. У меня текут слезы вот так вот. Еду домой. Мне жутко скучно. Жутко обидно, что мне 36 лет. Что жизнь моя творческая, софиты. Все это было там. И ты понимаешь, вот как бывает, как какой-то знак, луч. Вот тебя просто пробивает в этот момент. Да. И мне говорят, Баян, снимай кино. Ты это вот так, почему? Вот здесь, да? Именно так. Это мысль. Вау. Это энергия моя, да? И мне говорят, Баян, снимай кино. В кино будут сниматься Мульдер и Мирамбет Беспаев. Да. И сама себя ты сыграешь. Это фильм будет музыкальный о шоу-бизнесе. И что никто еще не снимал фильм о шоу-бизнесе. Да. Это новое. Мирамбет Беспаев – это звезда номер один. Тебе нужно с ним поговорить. В главной роли Мульдера Ольбекова, она девочка из Дедома. Ты понимаешь? Сюжет. Как это будет? И я тут же увидела премьеру. Обалдеть. Я еду, у меня вот такое лицо, и я вижу премьеру, и я иду по красной дорожке. И ужасный ошеломляющий эффект. Успех. Да. Я это вижу, все одномоментно. Снимаешь кино, это будет сниматься, девочка из Дедома, она певица, я баян, я продюсер. И красная дорожка. И все это одномоментно. Одномоментно. Я поворачиваюсь в Баголе и говорю, я знаю, что я буду делать дальше. Это вот этот мгновенный переход от слез к… Это 30 секунд. Это 30 секунд моей связи с Вселенной. Ребята, это называется визионерство и рука Всевышнего. Вот. Так. Ничего нет, опыта нет, я никогда не снимала кино, денег на кино нет, это дорогое удовольствие. Я поворачиваюсь в Баголе и говорю, я знаю, что мы будем делать дальше. Она говорит, что я говорю, мы будем снимать кино. Она говорит, какое кино? Кино никто не снимал, никто. Никто нет. Даже казахфильм не снимал. Я помню тот момент, да. Она говорит, а как мы это сделаем? Я говорю, это не важно, главная идея. Все, так я стала кинопродюсером. Сам процесс Хашикжуека был классным. Во-первых, я избавился от депрессии. Так. Мне стало жутко интересно исследовать что-то новое, то, чего я никогда не делала. И он был настолько легким, я деньги нашла вот так, просто вот так. У меня были две богатые подружки, они, собственно, до сих пор ими являются, они у меня есть. Я сказала, девочки, кино будет стоить 300 тысяч долларов, я вкладываю 100 тысяч долларов, ты вкладываешь 100 тысяч долларов и ты вкладываешь 100 тысяч долларов. Я сама решила за них и сказала, деньги вернем и заработаем. Я не знаю, почему они мне поверили, просто не знаю, я их не упрашивала и сказала, пойдешь со мной? Они сказали, пойду, пойдешь со мной? Пойду, все, так и было. Потому что ты в это верила? Я в это верила, я не то, что верила, я в это не сомневалась. Ты это знала? Я это знала, потому что я видела красную дорожку и ошеломительный успех. Он был? Он был, это была просто бомба, это было начало, ну там есть частного кино. Развитие частного кино, все увидели, что это возможно. Важный вопрос и в музыкальном продюсировании, и в первых шагах в кино. Наверняка все равно, это сейчас, знаешь, такая немножко мотивационная речь к тем, кто нас смотрит. Если по ходу возникают какие-то ошибки неизбежно, но это нормально, как ты справлялась? А я не делала ошибок. Как? Во-первых, мне было 36 лет. У меня был огромный опыт работы на телевидении с людьми, с кешью, еще шести группами. У меня не было ошибок. Или я даже не думала о том, что я ошибаюсь. Ты сейчас дала рецепт в самом начале. У тебя картина сложилась, тебе осталось ее просто реализовать. Да, я не думала о том, что я ошибаюсь. Может быть, я и ошибалась. Это когда Аскар Узабаев пришел. Почему Аскар Узабаев? Потому что за три месяца до этого я сняла с ним клип с Айгулей Монбаевой. У меня тогда еще проект был Айгулей Монбаевой. Я снимала для нее клип. Я сказала, Аскар, давай снимем какую-то киноисторию, чтобы в клипе была история. И мы сняли шикарную киноисторию. И он это сделал. И, естественно, я это запомнила, что он талантливый. И когда я придумала этот фильм, я сказала, кто будет режиссером. Я не хотела работать со старыми режиссерами, со старой школой. Я сказала, это будет Аскар Узабаев. Они говорят, как Аскар Узабаев? Он клипмейкер, он никогда не снимал кино. Я говорю, он уже снимал кино. Он снял классную историю для Айгулы Монбаевой. Он очень талантливый, поэтому я в нем не сомневаюсь. Вот приходит Аскар ко мне в офис и говорит, ну что, Баян, ты продюсер? Я говорю, да. Я говорю, ты режиссер, да. А кто у нас каст? Я говорю, кто? Кастингер, нет. Напомним, это кастинг-директор. Он говорит, кастинг-директор, кто? Я говорю, кастинг-директор? А мы сидим с моими подругами. Мереша, Баголя и Гульнурка. Я говорю, кастинг-директор, ну кто? Ну, Мереша. Он говорит, ты что, нормальная, нет? Он говорит, а что? Я говорю, а что такое? Он говорит, ну ты вообще понимаешь, что такое кастинг-директор? Я говорю, я, Оскарик, не понимаю. И она тоже не понимает. Говорю, но мы научимся. Сейчас Меруэрт, номер, ну там, одна в тройке, да, кастинг директоров по всему Казахстану. Круто. Потому что за это время она сидела, не знаю, сколько фильмов в этом статусе, да? Багым, естественно, музыкальный продюсер. Вот мы в четвером сидели. Говорю, вот Багым музыкальный продюсер. Он говорит, ну ладно, хорошо, Багым вопросов нет, она музыкальный продюсер. Фильм там музыкальный. Говорю, а вот Гульнур Грана, исполнительный продюсер. Она говорит, а что это такое? Я говорю, да не важно. Так интересно тобой сегодня. Мы вспоминаем, как все начиналось, и сразу подходим там, большой кусок пропускаем процессов. А как ты сейчас себя ощущаешь с точки зрения продюсера? Есть ли какие-то нереализованные цели, задачи? Связаны ли они с финансами? Хочешь ли ты завоевать Голливуд? Ты знаешь, я никогда не планирую ничего. И никогда ничего не планировала. У меня все по наитию. Вот есть настроение. Вот у меня появилось настроение снимать кино в 36 лет. Я его придумала, да? Да. Я не насилую себя, что надо все время что-то делать. Но так получается, что я все время что-то делаю. Я недавно вспоминала, есть ли у меня хоть один бесполезный год. Ну, чтобы я просто валялась и ничего не делала. И ты, кстати, могла тебе это позволить. Это важно, да. Да. Я не делала ничего только в 16-м году, когда со мной случилась эта история. Это был самый бесполезный год в плане моей деятельности, да? И тут по той причине, что я не могла этого делать физически. В 17-м году я уже сняла фильм. И я вот думаю, когда у меня было хоть какое-то время, чтобы я, ну, сказал себе, Баян, ты бездельница, ты ничего не делаешь, ты нахлебница. Не было. Не было у меня такого года, и поэтому я ни о чем не жалею. Я всегда что-то делала. И в большинстве моих проектов они были удачными. Я не знаю, они были удачными, я не знаю, на 70-80%. Какая, мне кажется, очень интересная история, связанная с тем, что, понимаешь, внимание авторских кинофестивалей и так далее. Я к этому пришла. Да. Меня много раз спрашивали, почему вы не снимаете авторское кино. Ну, скорее всего, где-то в инфополе завалялись мои интервью, где я говорю, что я еще не готова, и что это удовольствие для людей небедных, богатых, которые могут себе позволить снимать авторское кино. Да. Конечно, я понимала, что я не созрела. Продюсировать авторское кино, ты должна быть, ну, такой спелой вишенкой, да? Это не просто какая-то там история, это не просто я хочу снимать авторское кино, поэтому я сняла авторское кино. Для этого надо созреть. И вот я созрела до этого авторского кино точно так же. проснулась утром, потому что все эти годы до 20, получается, мы в 22-м году снимали или в 21-м году мы снимали, уж не помню, да? Все эти годы, начиная с 16-го года, у меня был вопрос, почему я выжила. Это чисто моя история. Зачем я выжила? Ну, кино я уже снимала, музыкальное я уже сделала, сама я как личность творческая состоялась, думаю, я же для чего-то выжила, ну, для чего-то мне Бог оставил на этой земле. И вот эта мысль, для чего я выжила, да, как одна из, да, вот, основополагающих, пришла ко мне утром рано, что мне нужно снять авторское кино на тему бытового насилия. Просто тоже мысль оттуда. Да. Я ее не придумала, она мне пришла. Я просто просила Бога, зачем я выжила вообще, скажи мне зачем, дай мне знак. И вот я просыпаюсь утром, думаю, Баян, тебе надо снимать кино о насилии. Ты должна, ну, как бы менять общество, менять сознание, и ты должна это сделать на частные деньги, ни в коем случае не на государственные, или там на чьи-то еще, потому что я хотела снимать кино без цензуры. Если ты видел этот фильм, там нет цензуры. Там ее нет. Там ее просто нет. Я хотела снимать правдивое, самое, что ни на есть, правдивое кино. Я позвонила Оскару, сказала, Оскар, мне нужно с тобой сегодня встретиться. Прямо сегодня, прямо сейчас. Он говорит, хорошо, давай в час в центре города. Окей. Мы приходим, я заказываю кофе, говорю, Оскар, вот со дня съемок нашего первого кино прошло 10 лет. С этого начался мой разговор. Он говорит, да. Значит, это был 20-й год, когда ты с ним встретилась. Ты, говорю, понимаешь, что в конце ноль? Он говорит, ну да. Я говорю, ты помнишь, что наш фильм был ошеломительным? Он говорит, да. Я говорю, а тебе не кажется, что нам нужно обнулиться и перейти на другой этап и на другой левел? Он говорит, кажется. Ты хочешь снимать авторское кино? Я говорю, да. Пол тебя почувствовал. Да, он меня почувствовал. Я говорю, я хочу снимать авторское кино, и я хочу снимать этот фильм с тобой, потому что первый мой фильм снимал ты. Я говорю, у нас с тобой особая связь и особая синергия. Я говорю, ни с кем другим я этот фильм снимать не буду. Если ты не захочешь и не будешь, я не буду этого делать, потому что я не вижу альтернативы тебе. Он говорит, окей. Я говорю, фильм будет о бытовом насилии. Он сказал, ты хочешь о себе фильм снять? Я говорю, нет. Я хочу снять о всех женщинах, о боли всех женщин. Он говорит, я готов. Я говорю, и я тоже готова. Я говорю, но, говорю, у меня к тебе условия. Ты должен снять такой фильм, который будет рассматриваться только на трех кинофестивалях. Он мне говорит, ну, Венеция, Канны, Берлин. Я говорю, именно. Ни в какой другой город и ни на какой другой кинофестиваль. Я говорю, я не хочу. Он говорит, ну, это же риски. Я не могу тебе сказать, что да, вот сейчас тебя сниму, и тебя возьмут в Канны или в Берлин. Я говорю, Оскарий, я в тебя верю. И у тебя получится. Я говорю, у нас с тобой получится. Он говорит, поверь мне, у нас с тобой получится. Я была второй раз в жизни именно в творческом плане уверена в том, что эта картина займет свое место. Я говорю, и мы будем долго покататься по кинофестивалю. Я говорю, мы должны показать, что это проблема, и ее надо решать. Я говорю, и пока там нас не признают, эту проблему не услышат здесь. Такой был мой посыл. И так мы сняли вот это авторское кино с Оскаром. Важно понимать, что это вопрос именно в ретроспективе. Вы этим занялись тогда еще. Да. Может быть, не все это как бы понимают. Люди же часто вот здесь и сейчас видят. Да. Эта история уже практически три года. Да. С момента задумки. Четыре. Четыре даже. Да. Ну вот мы сняли, получается, в 21-м. Да. В 22-м году мы катались по кинофестивалям. Мы год катались. Побеждали, побеждали. У нас 11 наград международных. И в 23-м году мы показались здесь. И у меня, кстати, не было в планах показывать в кинотеатре. У меня не было в планах, потому что я была уверена, что его невозможно показать, и что я не получу прокатное удостоверение. Ну потому что там без цензуры. Да. Ну прикинь, получила. У меня Аскар, кстати, говорит, да, давайте попробуем покататься по кинотеатрам. Я говорю, Аскар, ты с ума сошел, нас не возьмут. Только в YouTube. Он говорит, а давай попробуем. Попробовали? Спасибо министерству за прокатное удостоверение и за то, что большое количество казахстанцев посмотрели этот фильм. И это была шоковая терапия, и фидбэк был нереальный, просто нереальный. Когда произойдет следующий шаг, с тобой свяжутся коллеги из крупного голливудского мейджора и скажут, баян. Как, знаешь, у Тимура Нур-Ахидыча была такая история. Ты же знаешь, как у него произошел переход из русского кино в большое международное. Увидели коллеги, удивились тому, как это было сделано. Как это было сделано недорого, но выглядело на 100 миллионов. И сказали, этот человек нам нужен для фильма особо опасен. с Анжелейной Джоли. Я понимаю, что ты не ставишь себе такие цели, но если это произойдет, ты готова? Серик, дорогой, я уже работаю над таким проектом. Так. Уже пошел второй год. Да. Как я работаю над этим проектом, это международный проект. Осталось дело за малым, найти 20 миллионов долларов. Все. Все остальное уже сделано. Семь из них я уже нашла. Осталось 13 или еще 20 надо? Осталось 13. Миллионов, да. Я думаю, что это как главная идея, да? Да. А деньги найдем. Поэтому следующий мой проект, международный именно, это вот следующая картина. Она достаточно патриотичная, потому что она о казашке, которая стала известна там. Вау. В мире. И сейчас, вот в субботу приезжает мой сопродюсер, Анна Качко, это международный продюсер, чтобы обсудить со мной сценарий, потому что сценарий уже написан. Сценарий пишет Оскар Носец, голливудский сценарист. Понятно, что вся команда будет международная, но деньги казахские и о казашке. Это мой следующий проект, международный. А буквально через два месяца я приступаю к очередному полному метру. Я уже говорила об этом. Я хотела закрыть вот этот гештальт с насилием, но я думаю, что этого недостаточно. И следующая моя картина для казахстанского зрителя будет картина, но она будет коммерческая, не авторская. Об этом насилие. Это правильно, потому что только так через масс-маркет, так сказать, можно доносить. Пока сейчас вот это горячо, пока общество реагирует, власть реагирует, законы меняются, значит, это надо работать, работать. Теперь же нужно сознание поменять, что нельзя бить женщину, да, какой бы она ни была, нельзя ее бить, нельзя ее убивать. Поэтому такие фильмы должны быть. И у меня вообще пропал интерес к коммерческому кино. Ну, то есть вот снимать просто, просто снимать для того, чтобы поднять настроение. Нужно снимать социальное кино. И, слава богу, я могу себе это позволить, снимать социальное кино. Я вообще хотела снимать детское кино, по той причине, что никто этого не делает. Это просто. У нас дети смотрят и растут на иностранном контенте, да. Я хотела снять свое кино, наше, детское. Но на фоне того, что сейчас происходит в стране, я поняла, что надо мне эту тему дальше двигать. Поэтому следующий раз. Возможно, мы позже с Ильей Вальжановой к тебе придем. У нас есть идея классного детского международного фильма. Очень крутого. Давайте сначала наше. Ты закончи, да, я имею в виду после. Но с этим, да, с нашим контентом. Ну, сколько можно снимать комедии? Ну, сколько их можно снимать? Ну, сколько уже можно? Я понимаю, что они должны быть. Это классный жанр. Это мой любимый жанр. Я с него начинала. Ну, когда мы придем вот к этому сознанию, что нам нужно воспитывать общество не только на комедиях, а фильм, это же огромная власть. Это огромная идеологическая власть. Да. Чем мы сейчас питаем людей? Вот этими комедиями. Человек приходит, он же даже не помнит вообще о чем это. Посмеялся, заплатил полторы тысячи и забыл. А какой он вынес посыл оттуда, уже не важно. Может быть, не все понимают, но коллеги в Голливуде это осознали где-то лет. 80, 100 назад, да, что это влияние. Конечно, это влияние. И мы должны уже перейти на другой уровень. Мы не можем. У нас 90% комедий. Я уже не хожу даже на премьеры, потому что я уже не отличаю одну комедию от другой. Простите меня, коллеги, мне уже это неинтересно. Должна быть социальная ответственность. Если ты продюсер, у тебя должна быть социальная ответственность. Если ты тем более на этом зарабатываешь. Заработай раз, заработай два, на третий раз. Но снимите социальное кино. Я так думаю. Которое, кстати, вполне возможно будет еще и коммерчески успешным. Скорее всего. Может быть. Общество сейчас уже сами потребует чего-то другого. Знаешь, сейчас, когда социальные сети, и тем более спасибо тебе большое, ты там достаточно много показываешь того, что происходит в семье, с дочками, с внучками. И вот очень интересный вопрос. Как до момента, пока это стало известно в соцсетях, ты соблюдала вот этот баланс мамы и движниковой баян? А как у тебя это получалось, расскажи. Потому что сейчас видно, что вроде как, ну, то есть и девчонки подросли и так далее. А вот раньше. Ну, ты помнишь, как я здесь со своими девчонками на работу приходила? Да, я помню. Ну, они все время были на работе со мной, очень часто, по крайней мере. Не думала я об этом. Я никогда не старалась быть хорошей мамой, или хорошей телеведущей, или хорошим другом, или хорошей женой. Я такая, какая я есть. Ну, вот я такая. Ну, хорошая мама, плохая мама. Я такая, другой я не умею быть. Я вообще считаю, что воспитывать бесполезно. Вот если мать чавкает, то ребенок будет чавкать. Если мать будет слать на три буквы, то ребенок будет слать на три буквы. Кого угодно. Если мать не будет уважать своих родителей, то и ребенок не будет себя уважать. Это же так понятно и так просто. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Поэтому у меня, может быть, даже и времени не было говорить им, доченька, сядь, пожалуйста, красиво. Возьми вилочку, возьми ножичек. Положи там салфеточку вот так. Ты садишься в ресторане, ты берешь эту салфетку, ты ее вот так вот делаешь и вот сюда кладешь. Но ребенок это видит. Ну, не сюда, куда-то, а не там еще куда-то. То есть, ну, как бы это же все. Ты сама это делала. Ребенок полностью считывает своего родителя. Он делает ровно то, что делаешь ты. Поэтому, когда мать орет на ребенка и говорит, ты идиот, ты скотина тупая, это она идиотина, скотина тупая. Нельзя такие вещи говорить детям. Я своим детям всегда говорила, ты умница, ты красавица. Может, потому что я сама так про себя думаю. У меня нет какого-то алгоритма, да? Но я действительно думаю, что я умница, что я умная, что я талантливая, что я хороший человек. Я так думаю про себя. А почему я должна транслировать что-то другое своим детям? И мои дети то же самое думают о себе, что они классные, умные, талантливые, образованные, воспитанные. Сейчас некоторые эксперты говорят, если есть возможность, старайтесь активно брать с собой детей на работу. А ты это просто делала, потому что вариантов не было. Вариантов не было, да, беру с собой на работу, да. Но что она там видела? Она видела тебя, меня, занятую маму, красивую маму, ухоженную маму, воспитанную маму. Знаешь, я же никого не слала там направо-налево. То есть всё было в пределах абсолютно нормальных человеческих взаимоотношений. И вот мои дети, мне кажется, они абсолютная трансляция меня самой. Вот я вижу какую-то там грубиянку невоспитанную, там ещё что-то. Я чётко понимаю, что у неё точно такая же мама. Вот я это точно вижу. Какая-нибудь там неухоженная, это точно дочь своей матери. И мама такая же. Она Халда, мать Халда. Она интеллигентная, мать интеллигентная. Потому что, как бы мы этого ни говорили и не хотели бы, но я думаю, что в 90% воспитанием детей занимается мать. В 90% да. Папа может быть классным, милым, поцеловать, обнять, может быть, один раз в неделю даже кашкой накормить. Но папа всё время на работе. А мама, даже если на работе, она всё равно будет заниматься своими детьми. И вот у меня всегда был один день, это воскресенье. Всегда воскресенье я посвящала детям. Я ничего больше не назначала. Вот с утра начинается, я беру своих дочек, и мы идём целый день вместе. Целый день. Кино, пицца, шоппинг, цирк, театр, концерт, ещё что-то. В воскресенье. Всё остальное время, простите, я занята. Не могу не спросить, а с уночками так же будешь? Нет. Это другая история. Это другая история, я много раз об этом говорила. Я всё-таки не бабуля, не бабушка. Да. Вообще, конечно, к тебе это как-то даже сказать бабушка сложно. Слушай, я своих детей один раз в неделю выводила. Я им посвящала время. Но я не скажу, что я в школу ходила, уроки с ними учила, на кружки их водила. Я всегда занималась логистикой. Вот вам водитель, вот вам преподаватель, вот вам уроки танца, вот вам уроки английского. Но это делается другими руками. Я делегировала обязанности, и у меня дети и языками занимались, и танцами занимались, и шахматами занимались. Но я не занималась этим, я не была там мамашей, которая сама за руль садилась и ждала ребёнка. Я была занятая мама, я и сейчас занята. Мне вот дочь, вчера мы с ней встречались, ужинали, они говорят, мама, у тебя есть время сегодня поужинать? Я говорю, сейчас подожди, сейчас подожди, у меня сегодня вот так, вот так, давай в пять, а подожди, нет, давай в семь. И потом я считаю, что детьми должны заниматься родители. Это сейчас и современная психология говорит об этом. Так. Ребёнок должен расти у мамы и у папы. Вот они взяли на себя ответственность, они родили этого ребёнка, они приняли решение родить этого ребёнка, поэтому не надо его сбагривать бабушкам и дедушкам. И я дочери сразу сказала, доченька, я тебя люблю, но когда ты родишь, на меня не рассчитывай. Я ей сразу сказала. Я, во-первых, только вышла замуж. Да. Да, у меня новая семья, я не могу сейчас там оторваться от своей семьи и заниматься. И даже если бы я не вышла замуж ещё раз, я бы всё равно была занята работой, проектами и так далее. И я хочу быть занята настолько, насколько мне Бог даст. Ты сама плавно подошла к очень важному вопросу, который я хочу задать. Жена и муж, особенно оба активно работающие, сейчас это, к счастью, норма. Насколько они должны поддерживать и вдохновлять друг друга именно вот в работе? Я думаю, что это необходимо. Это необходимо. Вот я своему мужу говорю каждый день, какой он классный. Каждый день. Не потому, что это надо или потому, что это психологи говорят, а потому, что я так действительно о нём думаю. Я говорю, ты классный, я тобой восхищаюсь, ты умный, у тебя всё получится. Я ещё говорю, ты великолепный, ты шикарный. Класс. Каждый день. И у него каждый день утро начинается так. Вайка моя, ты тоже самая классная. И он тебе говорит. Естественно, естественно, я это делаю каждый день. Не потому, что это надо, а потому, что я действительно так думаю. И меня не надо этому было учить или заставлять. И поверь мне, Серик, за 8 лет совместной жизни я пережила разные этапы жизни. Кто-то это 20 лет, а я сразу. На тебе бомбёжка такая, да? Да. Вот тебе бизнес есть бизнеса, нет. Вот тебе много денег, вообще денег нет. И вот человек, который вот… Я вот просто немного личной жизни, да? Я вышла за него замуж, и буквально там через несколько месяцев он лишился своего бизнеса. От слова вообще. Вот просто вообще. У него был миллионный бизнес, заводы, пароходы, фабрики, и тут он лишается всего. Просто. Да. И первый вопрос. Ты думаешь, я об этом пожалела? Или я опустила руки? Или что-то ещё? Нет. Я просто думала, блин, а теперь я посмотрю, как он себя будет вести. Как же я ошиблась или нет я в этом мужчине? Как он себя будет вести? И ты понимаешь, да, он такой красавчик, он же не сломался. Его не сломить, ты понимаешь? Он говорит, байка, всё нормально. Верь в меня, всё будет хорошо. И ты понимаешь, и я ему каждый день говорила, Трусиан, у тебя всё получится. Ты такой умный, ты такой классный. Если ты один раз стал миллионером, поверь мне, ты опять им станешь. Я говорила ему на протяжении многих лет это. И я в это сама верила. И когда кто-то сомневался в этом, кто-то, я говорила, никогда не сомневайтесь в моём муже. Никогда не сомневайтесь в моём муже. У него сейчас не получается, а завтра у него получится. Вот это вера женщины своего мужчины. А он мне всегда говорил, как я тобой горжусь. Как я тобой горжусь, баянка. Вот любой проект, я на сцену выхожу, и он мне потом говорит, я так тобой горжусь. Ты такая умная, ты такая талантливая. И вот мы с утра до вечера, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Реально, мы друг друга хвалим. Но при этом важно отметить, знаешь, я пару раз это замечал, когда мы где-то там на улице пересекались. Вы, к счастью, при этом стараетесь жить. И в Инстаграме это даже порой видно. Обычной человеческой жизнью. Ну а какой жизнью нам жить ещё? Ты же знаешь, о чём я сейчас говорю? Взгляд какой-то со стороны. Ну они там, не знаю, золотыми ложками чёрную икру посыпают друг друга. Ты понимаешь, о чём я хочу сказать. Что у тебя обычная жизнь, обычные заботы. Абсолютно. Как у всех. Абсолютно. Абсолютно. Я даже не знаю, что значит жить другой жизнью. Ну я не знаю, о чём ты. Я даже не знаю, о чём ты говоришь, потому что я честно не знаю, о чём ты говоришь. Мы с ним семья, мы с ним гуляем вместе, мы ужинаем каждый день. Ну мы практически каждый день ужинаем в ресторане. Так всегда было. Мы с тобой сколько раз встречались в ресторанах, где-то на летниках. То есть у нас такая традиция, мы не ужинаем дома, мы только завтракаем дома. Это очень важно, потому что, это, кстати, его заслуга. Он говорит, все разговоры должны быть за завтраком. И завтрак должен быть хорошим, таким полноценным. Для него это важно, чтобы за завтраком было всё, творог, ягоды, овощи, каша, чтобы он был такой полноценный. Круто. И говорит, никогда не решай со мной вопросы за ужином. За ужином только как прошёл день, и всё хорошо. Не грузи меня ничем. Все вопросы, которые тебе нужны, говори мне за завтраком. И вот он меня научил, мы завтракаем. Мы говорим, так, Турсия, сегодня нужно вот это, вот это, вчера это вот это произошло. Завтра нужно вот так, он всё запомнил, всё запомнил. И вот так мы решаем, за завтраком день приятный, доброе утро. И мы каждое утро говорим друг другу доброе утро. Доброе утро и спокойной ночи, обязательной, приятных снов. Это очень важно, как начнёшь свой день. И вот у нас такая привычка, мы обязательно должны обнять друг друга, поцеловать друг друга, пожелать друг другу хорошего дня. И хорошо позавтракать вместе. И я научила себя вставать из-за него, чтобы посидеть с ним и составить ему компанию. Сколько прошло времени, недели три, как ты вошла в процесс утреннего вставания более комфортного? У нас просто тоже отличный вопрос. Это очень тяжело. Больше, чем три недели. Это очень тяжело, да. Он заставлял меня ложиться в 11, закрывал шторы, выключал всё, я говорю, всё, спать. Говорю, я не могу спать, я ложусь в 2 часа ночи всю жизнь. Я всю жизнь ложилась в 2 часа ночи. И я до сих пор ложусь в 2 часа ночи, но я могу встать, позавтракать и опять пойти, потому что он рано уходит на работу. А я нет. Мой рабочий день начинается с часу, с двух, всю жизнь. Так как мы бизнес-номады, то нельзя не спросить тебя о каком-то опыте других стран, который каким-то, возможно, образом на тебя повлиял в жизни, в работе. Что-то ты где-то увидела, почувствовала. Шоу Квин, которое я недавно сделала. Я об этом хотел спросить, но ты как раз. А, ты пришёл, да? Ещё нет. А, ну ты видел его, видимо, в сетях. Он скоро, кстати, будет показан по телеканалу. Но я больше чем уверена, что в Казахстане никто ещё такого шоу не делал. Никто? Это как раз про намады, про то, что я много видела. Музыка про то, что я выросла на хорошей музыке, на очень хорошей, качественной музыке, и я не могла делать другую музыку. Так же, как и моя сестрёнка, да? Да. То есть если там что-то не так, я сразу говорю, здесь что-то не так, это не херма, это не профессионально. Потому что вот эта музыка, исполнение, аранжировки, сведения, это всё вот с детства, понимаешь? Вот этот вкус, вкус. И касательно кино, первый свой кинофестиваль я посетила, когда мне было 18 лет. Я была где? В Берлине. Вау! В Берлине. Круто. Сразу я снялась в станцию любви, и нас позвали на какое-то там ретроспектива, там, какого-то кино, что-то такое-то, и всё. И меня отправляют, 18-летнюю девчонку, сразу в Берлин, на Берлина-ле кинофестиваль класса А. Первое, что я увидела в 18 лет, это кинофестиваль класса А. Я тогда уже увидела, что такое красная дорожка, что такое примерный показ, что такое обсуждение киноэкспертов, киноведов, что такое кинорынок. Я это увидела в 18 лет. Ты представляешь? Обалдеть. Какой мой шок. Да. И я секс-шоп увидела в 18 лет в первый раз в жизни. Я вообще не въехала, что это такое. Представляешь, прямо на витрине всё это. В 18 лет, это Берлина-ле. Я увидела женщин в красивых норковых шубах, а на ногах у них были туфли. Я не поняла, почему. Почему так бывает? Потому что зима, это февраль. Почему они одевают шубы с туфлями? Ты можешь себе представить? Сейчас ты можешь себе это представить. А тогда я позвонила маме и сказала, мама, ты знаешь, что они носят шубы норковые с туфлями? Мама говорит, а зачем? Я говорю, я не знаю. Вот так. А Куин – это бизнес-проект? Нет? Конечно, нет. Конечно, нет. Это вообще подарок мне самой себе на 50 лет. Я никогда не делала никакого, ни одного отчётного концерта для себя любимой. Никогда. За все 30 лет моей совместной жизни с творчеством. И я подумала, мне 50 лет. Я никогда не делала ничего. Я всем делала концерты. Тебе там 35, тебе 40. Ты 10 лет на сцене, ты 20 лет на сцене. Я делала разных много концертов для других моих коллег, артистов. Но для себя я даже и не думала никогда сделать. Ну что, я же продюсер, я же не певица. Что я буду делать на сцене? Я же не буду петь. И у меня не было даже мысли хоть как-то сделать для себя ни на 40, ни на 35, ни на 45 отчётного концерта. И там предыстория, да. Но я посетила очень много других шоу-программ по всему миру. В разных городах. Не знаю, в Париже, в Милане и так далее. Много их. И когда я увидела Мулен Руш. В классической версии. В классической версии, в Париже, да. Я просто поняла, что это шикарное шоу сделали люди. Обычные люди, такие как я. Они его сделали. Какая шикарная мысль. Очередное подтверждение. Не боги, горшки обжигают. Абсолютно. Вот сейчас мы едем, кстати, у нас в ФИЦ с американской звездой класса А. С Кешью. И все мои девочки говорят, мы так боимся, как мы его увидим. Мы его боимся. Я говорю, чего вы его боитесь? Это обычный человек. Такой же, как и ты, как я. Как? Это же он. Я говорю, это обычный человек. Он точно так же ест, спит, ходит на встречи, переживает, придумывает свою музыку. Это, говорю, человек. Не надо его бояться. И вот когда я увидела это шоу, потом Crazy Horse посмотрела, потом ещё другие шоу посмотрела. Ну, практически во всех городах, в которых я была, я сразу спрашиваю, где здесь шоу. И сразу иду. Не потому что я хотела сделать шоу, а просто мне интересно, как это делается, как это сделано. Я смотрю на Мулен Руш, меня восхитил Мулен Руш, и я думаю, ну блин, это же сделали люди. Обычные люди. Просто профессионалы своего дела. Просто хореографы, просто постановщики. И так далее. Декораторы. И ты сделала. Я сказала, если я буду делать шоу, то я сделаю шоу, только лучше, чем это. Даже не такое же. Даже не такое. Но оно же такое локальное. Да. Просто танцы, просто там какого-то наполнения, смысла же там нет. Просто красота, красивые девчонки, красивые постановки. Я сама сказала, если я буду когда-нибудь делать шоу, то я сделаю шоу такое, только лучше. И вот это просто намады. Просто посмотрела. Ты довольна? Я очень довольна, потому что сделано это на очень высоком профессиональном уровне. И зрители, которые там были, я больше чем уверена, что они были поражены тем, что это сделано в Казахстане. Я видел это, да. Спасибо тебе большое. Это знаешь, это вклад в развитие индустрии, черт побери. Я думаю, что да, если делать концерт во имя себя, то делать надо очень хорошо. Не просто концерт под фонограмму. Вот я пою, у меня 500 песен, я буду их петь. Ты должен привнести в это искусство искусство в прямом смысле этого слова. Поэтому, думаю, если делать, надо делать так. И я больше чем уверена, что такого уровня еще никто не делал. Знаешь, вся наша сегодняшняя беседа, она каждая по отдельности. Еще будут выходить там всякие рилсы, шорты, тиктоки. И каждый из них конкретный совет как будто бы. Но, может быть, ты сейчас еще несколькими поделишься с теми, кто в процессе, особенно с девушками, женщинами, которые делают что-то интересное в своей жизни. Серик, никто не повторит мою судьбу. Ничью судьбу я не повторю. Да. Я не коуч, никогда я не была и никогда не хочу им быть. Мы все люди. И когда какая-то девочка устраивает очередной коучинг, я вообще не понимаю. Покажи мне свой кейс прежде всего. Сейчас вот меня просто убивают коучи, которые что-то говорят и чему-то учат. Не говори, что ты говоришь, посмотри, что ты сделал. Да. Для меня это важнее. Когда мне говорят, вот он коуч, я говорю, покажите его кейсы, что он сделал. Он может говорить сладко все, что угодно. Что ты сделал, покажи мне. Я вот человек, у меня земной знак. Я не поверю ни одному твоему слову, даже если ты переговоришь всех философов мира, пока ты мне не покажешь, что ты сделал. Здесь вот это я сделал, это я придумал, это я нарисовал, это я построил, это я сделал. Реализовал, да. Реализовал, да. А что ты говоришь, мне вообще не важно. Поэтому как я могу научить девочек снимать кино или сделать группу. Значит, я скорее про другое. Или сделать шоу. Я не знаю, как это будет учиться. У меня было пару очень сложных ситуаций в жизни, причем там одна была относительно недавно, связанных с бизнесом. И какие-то вот слова от каких-то людей, которые сказали, что они проходили через жесточайшие кризисы и, например, не отчаивались. Вроде бы какая-то очевидная банальная вещь, но вот тогда они мне помогли. Я, может быть, даже про это больше, а не про… Как не отчаиваться? Тут, знаешь, это, наверное, сила воли должна у тебя, характер должен быть. Твоя жизнь – это твой характер, моя приседская сказала. Понимаешь? Вот вся твоя жизнь – это ровно твой характер. Все, на что ты способен. Характер сломится – ты сломаешься. Если у тебя такой характер слабый. Да. Если у тебя характер не прогибаться, не сломаться, а если сломаться, то встать, то это твой характер. Ну, не хватило характера – сломаешься. Все, у меня нет другого. Такова жизнь, да. Если ты слабак, ты слабак. Если ты не слабак, ты встанешь и дальше пойдешь. Все. А так можно было, знаешь, и спиться, и сказать, о, меня обидели, меня чуть не убили, дай-ка я дальше буду продавать. Я не хочу жить жизнью, как тебе сказать, сломленного, жертвенного. Вот, да. Жертвенного, вот пожалейте меня, мне плохо. Меня это бесит. Я не люблю, когда меня жалеют. Ты всегда такая была. Да, да. Это важно. Когда меня уволили на девятом месяце беременности, знаешь, как я хотела плакать? Но я этот ком проглотила. Я сказала, фиг вам, вот я. И увидите вы мои слезы. Домой пришла, разревелась в подушку. Такая разревелась, поревела. Потом очнулась, сказала, солнце завтра встанет. Так что, а знаешь, что я сказала, когда меня увольняли? Я сказала, вы у меня можете отобрать мое кресло, но вы никогда не отберете у меня мою голову. Вот так я ему сказала. Шикарный совет. Да, шикарный совет. Вас могут уволить, вас могут, не знаю, сейчас же у нас модно хейтить. Я и через это прошла, и прохожу до сегодняшнего дня. Но если ты сам думаешь о себе так, как о тебе говорят люди, если ты сам в это поверишь. Вот мне говорят, ты плохая. Вот мне пишут, она плохая, она такая, она сякая. Но никто же не знает, на самом деле, какая я. А я про себя думаю иначе. Но это правда. Да. И всегда думала так. Я думаю, мне какая разница, что думаешь обо мне ты, если я так о себе не думаю. Если я делаю то, что я делаю, и мне это нравится прежде всего мне, а нравится тебе или нет, мне вообще по барабану. Твое дело выбрать, купить билет или не купить билет. Пожалуйста. Хороший подход. Хороший подход. А вот когда я себя ругаю, тогда я себя ругаю. Говорю, Баян, блин, ты здесь не права. Вот иди попроси прощения. Вот ты здесь промахнулась. Надо уметь признать еще это, что ты здесь не права. Что надо пойти попросить прощения и исправить эту ситуацию. Это тоже удел сильных. Согласен с тобой. Да. Вот это чуть ли не сложнее, чем до этого. Это очень сложно, поверь мне. Просто пойти, признать, сказать, блин, прости меня, пожалуйста, я была не права. Это очень тяжело. Потому что ты привык быть на коне. Что это я должна просить прощения? Это тяжело. Но это тоже удел сильных. Иди, признай в себе это. И никогда не ведись на мнение других. Никогда. Вот в этом смысле я вообще неведомая. Мне кажется, шикарное завершение нашей сегодняшней беседы. Да. Продюсер с большой буквы. Знаешь, вот так мне сегодня хочется завершить нашу беседу. Мне приятно. Я принимаю. Я прям точно знаю, о чем я говорю. А Баяна Лагузова сегодня была в бизнес-номадах. Ну, еще и бизнес-номадка, кстати. Спасибо. Спасибо. Я намадка. Да. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok